Блин, а как же так? А меня всю жизнь учили, что главное не победа, а участие. Демотивирующая надпись. Я, может быть, и не вижу особой эстетики в заседаниях политбюро и прочем, да мало кто видит. Какая-нибудь монархия для меня более эстетически приятна, но строить-то умели. Ну и какой же пролетарский город без прекрасных мозаик? Хотя это какая-то нелепая, что ли. Это называется культурная экспроприация. Турецкий огурец наш. Настоящий русский поэт. И то, что другие, ненастоящие. Знаете, на карте мест, которые я хочу вам показать, присутствует музей Первого Совета. Но мне кажется, что это достаточно скучно, и он мне не по пути, и я туда не пойду. Поэтому, может быть, лучше так? Может быть, лучше пельменная Первого Совета? Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok И Russian Safari И мы продолжаем наше путешествие по столице текстильного края Не зря же у меня за спиной большая Ивановская мануфактура В прошлом выпуске мы путешествовали по той стороне Уводи В этот раз пойдем на эту, где я сейчас стою Погнали! Огромнейший перед нами предстает дворец Искус, находящийся на холме Где когда-то с 1579 года стоял Покровский мужской монастырь Основанный владельцами села-князьями черкасскими И здесь, где сейчас кипит жизнь, где такие красивые фонтаны, парки и набережные В те времена рос густой лес В 1931 году проводился конкурс на проект Дворца Искусств И победил человек по имени Лев Троцкий Изначально в духе конструктивизма Дворец Искусств должен был быть в виде огромного телевизора Однако же проект этот хоть и победил Но официально был признан слишком дорогим А по другой версии, ну не любили людей с именем Лев Троцкий Даже если они всего лишь однофамильцы А находясь в Ивановской области уже неделю с лишним Меня не предстает поражать, что здесь постоянно дует ветер А еще иногда здесь бывают торнадо Поэтому я вообще не представляю, слышите вы меня или нет Эта сторона набережной, конечно, менее живописна Но есть на ней и вот такие вот архитектурные особенности Бывшая ситоспечатная фабрика И такая вот дна порка, видимо, с красной звездой Не знаю, что сейчас там находится Возможно, даже какое-то действующее предприятие Вроде бы выглядит свеженько Ну или это просто мертвый фасад Конечно же, все текстильные производства Располагаются около воды И даже прорыли в советское время 75-километровый канал Увадь-Волга Для снабжения фабрик И здесь буквально на километре Третья уже фабрика встречается Ныне замаскированная под торговый центр Серебряный город Которому уже 20 с лишним лет Он пережил несколько итераций от такого Такого раннероссийского торгового центра До такого вот современнейшего Но это тоже фабрика Неплохо в Ивановской области, я замечаю, с общественными пространствами Вот такие вот красоты, пусть и слегка подобшарпанные Очень неплохо живет регион Обратите внимание на эту церковь Церковь Казанская Изначально она была построена Как ситценабивная фабрика Крестьянином Осипом Соковым Учился тот на фабрике Лимана в Шлиссельбурге И привез в Иваново технологии Некоторые, а попросту говоря, выкрал После смерти Сокова фабрика перешла к некоему Ямановскому Который обустроил в ней тайно-старообрядческий молельный дом Однако ж ныне это здание возвращено в традиционной русско-православной церкви Удивительно, конечно, это выглядит Видно, что это действительно когда-то было гражданское здание И после чего было таким вот нехитрым образом переоборудовано В типичный для Ивановской области куб С пятью куполами Как с языка сняли Прямиленький сквер заодно Разбит при Казанской церкви Очень неплохой такой храмовый комплекс Естественно, не так уж много осталось культовых сооружений В Иваново-Вознесенске, в Иваново, но Был-то их гораздо больше Город-то был богатый, большой Такие громади тут вымахали на набережной Несмотря на то, что город населением 360 тысяч Выглядит он гораздо больше, чем города с похожим количеством населения Вот в этом первом круге от Москвы или от Петербурга Например, соразмерно ему там Псков, Тверь Там неточными цифрами Но все же Как-то Иваново выглядит гораздо больше, что ли, современнее Не знаю почему Как будто бы ты в городе ну хотя бы полумиллионники А вот эта непримечательная железяка перед нами Между прочим, очень интересная вещь Называется Ивановская конфлюенция Конфлюенция это место, где сходятся параллели и меридианы Без минут и секунд В Иваново это 57 северной широты и 41 восточной долготы В России только два города, через которых проходят точки конфлюенции Соответственно, Иваново и Хантамансийске Есть целая культура людей Которые занимаются тем, что ездят по всему миру по точкам конфлюенции Которые обычно находятся в разнообразных диких дебрях Но здесь не надо никуда идти Но, конечно, надо понимать, что поскольку земля-то у нас вращается И все-таки живой объект Это все просто такой туристический скорее прикол Потому что определить точно до миллисекунд это место невозможно Потому что оно непостоянно Из Сакка стоит вот такой модернистский особняк Дом Дюрингера, один из немногих в стиле модерн в городе Построен в 1914 году Для швейцарца Александра Яковлевича Дюрингера Представляла московскую компанию Которая продавала краски для ситца В 1915 году супруга не выдержала постоянных измен своего мужа И повесилась А через год скончался и сам Александр Яковлевич Но, правда, от естественных причин Посмотрите на эту башенку Она напоминает средневековый донжон Понятно, что былого великолепия у усадьбы нет Однако ж раньше были здесь и фонтаны, и скульптуры, и вазы А сейчас видно, что даже мелкие архитектурные детали Подострепались, что-то не восстанавливалось Видимо, сейчас-то жилой дом, что ли Никак к этому особняку, конечно, не подобраться близко Но можете посмотреть на еще одну его сторону На этот балкончик ажурный И еще одна интересная достопримечательность На этой архитектурно-пестрой улице Иваново-Вознесенская духовная академия с Успенской церковью Посмотрите, Успенская церковь тоже напоминает нам о гражданском строительстве Блин, а как же так? А меня всю жизнь учили Что главное, не победа, а участие Демотивирующая надпись А вот это, казалось бы, ничем не примечательное здание Имеет очень интересную историю Фабрика-кухня номер один была открыта в этом здании в 1925 году Первая в Советском Союзе Как тогда говорили, бомба сброшена под старый быт Женщины не должны заниматься домашними делами Вот этими вашими, да, должны работать на заводах Это называется эмансипация Чего там зданий только не было От каретной мастерской до корпусов политехнического института Сейчас здесь находится Ивановская областная библиотека Детство и юношество Очень важно было для города Чтобы существовала такая фабрика-кухня Поскольку в тех самых монументальных домах Например, в доме-подкове кухни Не были вообще предусмотрены Ну, наверное, позднее они там все же появились Ну, смотрите, ребят, как солидно-то выглядит Иваново Конечно, все это абсолютно бестолковая пластмассовая архитектура Но совершенно не выглядит, как город-трехсоттысячник И как и в прошлой серии из Иваново Я обращаю внимание, что невероятное количество автомобилей В городе, через город едет Тяжелая техника Очень высокий здесь уровень шумового загрязнения Не самая приятная деталь Сделали мы с вами небольшой кружочек Снова вышли на проспект Ленина у моста Перед нами здание главпочтамта 1931 год постройки Типичный такой дом за башенкой и часами По легенде, когда-то здесь стояла древняя церковь Разрушенная большевиками И поэтому, когда рабочие залезали на верхоту Их будто бы подталкивала какая-то невиданная сила Привидение И это же привидение постоянно подкручивает стрелки часов Чтобы они шли немножко неправильно Перед нами церковь Троицы живоначальная Построенная в нулевые Являющаяся точной копией Троицкого собора В Троице Сергиевой лавре Где покоится мощь Сергия Радонежского Находится эта церковь на Покровской горе Где в древности был Покровский мужской монастырь Поставленный в честь взятия Иваном IV Казани С 17 века существовала здесь деревянная церковь Троицы С пределом Покрова и пределом Сергия Радонежского Видимо, с этим и связан выбор предназначения и архитектуры церкви На момент 1931 года стояло здесь два собора Покровский и Троицкий Тогда же они были снесены И на горе появилась надпись из кирпича На месте очагов классового рабства Построим дворец социалистической культуры И на следующий год построили тот самый театр Который я вам вначале показывал Огляжу я на эту церковь Мои воспоминания о Троице Сергиевой лавре достаточно свежи И я вам скажу, что не так уж она и точно скопирована Вижу, строится здесь еще одна церковь Еще один предел Объединены они каким-то общим проходом Нет, ну не выглядит это как та церковь Во-первых, это поставлено на очень большой подклет Нет, а та церковь маленькая, приземистая Хотя внутри, внутри она необычайно велика, кажется Наоборот А, вероятно, в подклетии располагается нижний храм Отдельный, сошествие Святого Духа Это многое объясняет Но действительно, на горе поставить такой приземистый храм Был бы очень странно Потому что нужно что-то вот так вот возвышающееся Ну что, дорогие друзья Пойдемте уже к настоящему здешнему центру По проспекту Ленина Должен я вам сказать, что две части города По разные стороны реки Представляют собой, ну, примерно одинаковый Наверное, в архитектурном плане интерес Разве что здесь, наверное, все помонументальней А в той части, ну, поинтереснее, так скажем Дорогие мои зрители Нет у меня для вас никакой информации об этом здании Но посмотрите, какая монументальная красота Ныне названная плазой Когда я говорю вам о том, что Иванов очень эклектично-архитектурно Я подразумеваю именно вот это, смотрите Модернистский мотив раз Модернистский мотив два Хотя у меня есть подозрение, что это чуть более поздно сделано Такой вот простой купеческий домик с лавкой И тут же монументальная советская Это здание напротив В легком модернистском стиле Магазин братьев Куражовых 1912 года постройки Куражовы были одной из самых влиятельных в городе Старообрядческих семей Родначальник семьи Крестьянин Андрей Куражов Сделал себе состояние, знаете ли, торгуя пряниками А я вот все над пряниками насмехаюсь Да, что везде они в качестве специалитетов Магазин этот торговал мукой, хлебопекарными изделиями Бакалеей, рыбными товарами Ну, в общем, такой местный наш магнит А еще обращает на себя внимание, что по всему городу вот такие вот старые вышки линии электропередач Как будто бы зачем Вот такой красивый брельеф на здании местной администрации Выделены три города Москва, Петербург и Иваново Вознесенск Когда-то же была даже идея столицы РСФСР Перенести в числе других городов в Иваново Так что Ленин, местный пролетариат за его заслуги очень ценил Конечно же, людям, занимающимся строительством Главному архитектору Кем бы он ни был на протяжении многих лет Приходилось решать очень важную задачу Каким образом встраивать все вот эти разнородные здания В единый городской ландшафт Это, к примеру, очень удачно удалось Тюмени во времена Собянина Но там были очень большие деньги Здесь в целом эксперимент тоже можно признать достаточно удачным Несмотря на местную временами алиповатость Выглядит все гармонично Даже с такими вот монументальными филармониями Красота, конечно Такой вот он город с очень разной архитектурой Основная купеческая торговая часть находится на этой стороне Но это неудивительно До 1871 года уже не было никакого города Иваново А были как раз-таки два отдельных населенных пункта Которые только потом были объединены Иваново все путеводители отрекомендовывают как столицу русского конструктивизма Авангарда в архитектуре Но, знаете, я вам скажу На самом деле конструктивизма здесь не то, чтобы очень уж много И, наверное, его сравнимо примерно со зданиями краснокирпичными На русском стиле, которые тоже очень часто здесь мне попадаются Ну и, конечно же, здесь много промарха Скорее, это столица промарха, да Этот орнамент, пожалуй, один из самых узнаваемых в Ивановском текстиле Это турецкий огурец, он же Бута Дело в том, что через эти земли проходили торговые пути из Астрахани У местных торговцев были определенные связи с этими землями И вот так появился на Ивановской земле этот турецкий мотив Он же изображен в качестве эмблемы туристического портала Ивановской области Это называется культурная экспроприация Турецкий огурец наш На площади революции бывшей Георгиевской Вот такой вот монументальный памятник борцам революции Иваново город трудовой доблести Ну, конечно же, Иваново в войну Сыграло очень важную роль в снабжении армии Поскольку ткани это очень важно Это и маскировка, это и обмундирование Так что неудивительно, что этот текстильный край удостоился такого звания Ну и обращает на себя внимание, что рядом с памятником борцам революции Находится церковь Поскольку площадь Георгиевская, скорее всего, стояла здесь когда-то Георгиевская церковь Я точно не знаю, но практически в этом уверен И если я к этой церкви, о которой ничего не знаю, подойду Мне кажется, что тоже будет она Георгиевской А вот и крест Словно бы в память А когда-то находившейся здесь церкви Но пишут Упокой, Господи, душу рабов твоих на месте всем погребенным Это не удивляйтесь, это не какая-то притчуть того, кто делал Этот крест, действительно, черепа Достаточно часто изображались на поминальных крестах Ну вот я и не прав На самом деле церковь это Федоровская икона Божьей Матери Так что, как всегда, подумал я, что умнее всех и ошибся Ну простите меня, пожалуйста А Георгиевская церковь по-любому здесь была Полюбуемся, как выглядит целиком площадь революции Немного здесь бестолково с движением Фиг тут куда нормально перейдешь Но выглядит все зелено, торжественно, достаточно помпезно И видно, что это настоящий композиционный центр города Знаете, на карте мест, которые я хочу вам показать Присутствует музей Первого Совета Но мне кажется, что это достаточно скучно И он мне не по пути, и я туда не пойду Поэтому, может быть, лучше так? Может быть, лучше пельменная Первого Совета? Говорите правильно Не сад, а миксбордер Ну что ж, я был отчасти прав Буквально в 200 метрах от Георгиевской бывшей площади Стоит храм Георгия Победоносца Посвященный Великой, конечно же, Отечественной войне И воинам-защитникам нашей Родины Обнаруживается еще немного конструктивистских студий Если это более позднее, то подозреваю, что вот этот дом Наверняка ровесник тех самых домов кораблей, домов барж и прочего Очень уж узнаваемый стиль Я вам, кажется, этого еще не показывал Но посмотрите, какой у Иванова красивый герб Настоящий русский поэт Не то, что другие, не настоящие Продолжаем конструктивистский экскурс Здесь рядом находится медицинский университет А это, честно говоря, я не знаю, что такое Возможно, один из его корпусов Тоже узнается этот Иваново-Вознесенский стиль А рядом вот это не просто какая-то палка Это древний топограф Уж не знаю, для чего он применялся Отставить шутки в сторону Вот он все-таки музей первого совета Без пельменей Но, насколько мне известно, не совсем тут дело В первом совете Это бренд, который начал соотноситься С Иваново-Вознесенском Оно же Иваново Только в 60-е годы А до этого не было ничего подобного Город даже когда-то, говорят, хотели Переименовать в Первосоветск Это удивительно, Иваново Ты отходишь буквально на одну улицу от главной магистрали И все И ты ушел понемногу от этого шума омерзительного Который везде тебя здесь преследует И это хорошо Я нашел для вас самый Ивановский ракурс Вот этот музей Первого Совета Это что-то краснокирпичное Судя по всему еще с царских времен И дальше как будто бы здание какого-то завода Или фабрики монументальная Вот он Вот он Самый логический архитектурный центр Казалось бы, как могло здесь оказаться такое здание А между тем это старейшее кирпичное здание в городе Так называемая Щудровская палатка конца 17 века Здесь сидел приказчик села Иваново Названа она по фамилии своего следующего Уже гражданского владельца Купца Осипа Щудрова В 19 веке был надстроен к ней второй этаж Но до наших дней он, видимо, не дошел Да и в целом выглядит очень грустно все это Хоть и, вероятно, принадлежит музею местному Перед Щудровской палаткой стоит памятник Кому вы думали? Аркадию Северному Предназначался этот памятник изначально для Петербурга Но был поставлен здесь на родине певца Когда-то был памятник более манерным В этой бутылке стояла роза Но ее постоянно отламывали Решено было Нехай так Стоит А была бы ваза А теперь для распитий Вот мы и вышли к окраине Исторической села Иваново Здесь находится Успенский мужской монастырь Когда-то здесь на окраине села располагалось кладбище В начале 19 века сюда перенесли Из Покровского монастыря церковь И с тех пор началась история этой обители Храм новодельный Поскольку в советское время все это было изничтожено И обустроен здесь парк культуры отдыха Меланжевого комбината Этот меланжевый комбинат вроде как до сих пор существует Но у меня есть вопрос Я как повар знаю, что меланж Это смесь белков и желтков Которые потом замораживаются Ну и в промышленных масштабах делаются Отправляются на крупные производства Здешний меланжевый комбинат Это еще один комбинат текстильной промышленности Итак, ребята Местные и не местные Если вы знаете, почему предельный комбинат называется меланжевым Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях Интересно, специально ли Для того, чтобы Открыть вход в монастырь Здесь вот так вот пофиксили трубы Видимо, какая-то часть парка здесь По-прежнему сохранилась Выглядит живописно Как будто бы здесь продолжается Или продолжалось Дальнейшее строительство монастырского комплекса Вижу стройки, вижу стройматериалы Ну и без этого скажу, что Для современного монастыря, построенного в новое время Отгрохали здесь весьма неплохой комплекс В глубине сада, который можно было бы назвать метрополичем Расположена еще одна церковь царственных страстотерпцев Напоминает нам она визуально, наверное, в византийских храмах Разве что те были чуть более приземисты А этот все-таки устремлен внутрь Но вот это оформление апсид полукруглая Все-таки настаивает на византийском следе Ну и какой же пролетарский город без прекрасных мозаик Хотя это какая-то нелепая, что ли В очередной раз делюсь с вами любопытнейшими пейзажами Вот такое вот оно Иваново С одной стороны свеженькие многоэтажки А с другой уже сотни метров тянутся Вот такие вот обшарпанные старые домики Уж не знаю даже, живет ли в них кто-нибудь А здесь просто огромная территория За которой лают собаки А вообще в Иваново крайне непонятное зонирование Поскольку нет четко выраженных микрорайонов Они так вытекают один из другого И очень много каких-то сложных развязок, запутанных улочек Наверное название районов здесь есть только административно и исторически Но логически нарезать у меня пока что совершенно их не получается Я забрался несколько в отдаление от центра города Чтобы показать вам так называемый дом коллектива 1929 года постройки Товарищество первого рабочего поселка Огромный 400-квартирный дом Который должен был стать неким комбинатом для жилья Обобществленным пространством Где были бы свои ясли Санузлы были, общий детский сад Местная столовая для жителей этого дома Однако уже через несколько лет в Советском Союзе от этой идеи отказались И все пошло-поехало Очень сложно мне показать вам этот дом в перспективе Он весь скрывается за травой Поэтому можете оценить лишь его детали Он такой длинный, угловатый С какими-то пристройками Нерасчлененный Выглядит монструозно Сейчас я покажу вам его с фасада А вот такой он Заходишь, значит, в арку И этот дом продолжается Продолжается Настоящее краснокирпичное гетто А не коммуна, скорее Только сквозь крон дерев Можно разглядеть отдельные его части Конечно, очень многое здесь на колхозе Особенно в плане вот этих балконов Так и хочется сказать Эх, Ле Корбюзье, Ле Корбюзье Со своими машинами для жилья Мы все потеряли А в твои времена Бетон был слаще меда И тут же, буквально напротив На улице Красных Зорей Стоит вот такой прекрасный Сталинский домик С башенкой, со шпилем И как будто бы люди из одного дома Смотрят на людей из другого дома И думают Черт возьми Как так произошло? А ведь между этими архитектурными стилями Прошло всего ничего И в какой-то момент Отказались от вот этого В пользу вот этого Я, может быть, и не вижу особой эстетики В заседаниях политбюро И прочим Да мало кто видит Какая-нибудь монархия Для меня более эстетически приятна Но строить-то умели Ага 126-квартирный дом Ивановской ТЭЦ Ну что ж Значит Людей из ТЭЦ здесь ценили Чуть побольше О, а вот и это самое ТЭЦ, к слову говоря Неподалеку находится И тоже выстроена В эстетике конструктивизма Прошу обратить внимание На красивейшую надпись Трансформаторная подстанция номер 2 За этими зданиями Находится Собственно Уводь И через нее лежит Большая Ивановская мануфактура В своих развалинах Насколько мне известно В свое время Мануфактуру того берега Присоединили к мануфактуре Вот этой Возможно Это тоже Какие-то Заводские цеха Хотя Не берусь это утверждать Но Это логично было бы Предположить И сейчас там Не какой-то Богемный лофт А Ивановский Духовный центр Вот о чем думать-то надо Вот о чем О душе Самое время пройтись По заречной части Еще одной Крупной магистрали Шереметьевского проспекта И встречает нас Бывшее здание общежития Горсоветом Со столовой На первом этаже Ныне здесь Администрация Города Иваново И вот это Уже настоящий Авангард И цвета Эти яркие Контрастные Это только подчеркивают Шереметьевский проспект И его окрестности В первую очередь Наполнены Различными Учебными заведениями Причем Вот такими вот Монструозными Как этот Медицинский институт Невероятной мощности Конечно Трехуровневое здание Выполненное В виде Такого корабля И напротив него Еще один институт Химико-технический Уже Зданий Несколько попроще Еще один Корпус Химико-технологического Института Мы подходим К перекрестку Шереметьевского проспекта И улицы Арсения Не думайте Никто с ума не сошел Арсения Это как и громобой Псевдоним Но псевдоним На этот раз Фрунзе А не его товарища Бюст Угадайте Кого? Конечно же Фрунзе Итого Зафиксируем Человеку посвящены В городе Две улицы Как минимум Два памятника А вот Ленина Я пока что нашел Только одного Подробнее О Фрунзе Я рассказывал В первом Ивановском выпуске Не буду повторяться Хотел бы поделиться с вами Одним соображением Я не знаю Делят ли местные Город Так как я На две условные части Но эта часть Как-то чуть меньше Мне понравилась Из-за своей Вот этой хаотичной Застройки Она очень кричащая И наверное Не самая уютная Там за рекой Где вокзал Там все Наверное Как-то более Компактно И не размазано А здесь вот Хоть и настроили Конечно Вот таких вот Громадин Но все равно Как-то Эстетически Это все Не возбуждает Пришло время Для последних Достопримечательностей Ивановской области И Иваново Перед вами еще одно Краснокирпичное строение Но предназначалось оно Не для работников Какого-то Завода Это дом Причта При местном храме Преображения Господня Построенном В конце 19 века На деньги Богатейших Фабрикантов Горелиных Сейчас Покажется нам Эта церковь И вы поймете Насколько Они были богаты Вы глядите Действительно Самый величественный Пожалуй Храм После войны Не закрывался Мы продолжались Днем Богослужения А в свое время Лично из домовой церкви Горелиными Было пожертвовано Для этого храма Несколько Очень ценных Икон Иванова Можно запомнить Разным Можно запомнить Его Как Городом Церкви Городом Купейческих Особняков И фабрикантов Богатейших Можно запомнить Его Действительно Как Краснокирпичную Столицу Русского Авангарда Город Очень Разный Город Невероятно Разный Оттого Может быть Не совсем Понятный Отчасти Не разгаданный Я здесь Пробыл Неделю Обычно Этого времени Мне хватает Чтобы Понять Хоть что-то О городе А Иванова Функционирующего Все Все Пошел Пошел я За сувенирами За последними За пивом С пиццей А пока что Пока-пока До следующих Выпусков Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...